Добрый день уважаемые трейдеры, с вами я Николай Еремеев и предлагаю вам взглянуть на неделю прошедшей, на неделю будущей, точки зрения зона опционных контрактов, маржинальных требований в общем всего того, что основа фундаментального инструментария, который по нашему мнению оказывает первоочередное влияние на движение валютных пар Итак, давайте начнем с пары евро-доллар, что она интересна нам с вами приготовила на следующей неделе и на неделе прошедшей, чтобы было интересно, что можно было обратить внимание Итак, давайте начнем с того, что все-таки прошла опирация опционных контрактов, но и были установлены зоны, месячные контроли Соответственно, если мы посмотрим на их динамик, то можем увидеть, что зоны по паре евро-доллар сместились вверх Сток в этом о том, что приоритетным у нас будет восходящее движение на предстоящий месяц Если говорить более конкретно, то на прошедшей неделе у нас было несколько интересных точек входа С одной стороны, мы находились в понедельник, но в понедельник был флетовый день Во вторник мы дошли до уровня баланса Вот он, уровень баланса у нас, от него мы отбились поглощение и пошли дальше вниз Теперь начинаем с самой интересной Как здесь можно было определить, будет ли это движение, исходящее к уровню месячной контролиальной зоны опционной Либо это начало восходящего движения и следует покупать На самом деле, здесь нам было ориентироваться на два основных таких фактора, которые очень хорошо брать внимание Двойная процентная ставка Мы видим, что здесь пара от нее отбилась, тут она ее ложно пробила А во-вторых, это уровень закрытия прошлой недели Мы видим, что цена дошла до него, отбилась и ушла дальше вверх То есть в этих местах можно было хорошо покупать В чем покупать? С целью за уровнем баланса в месячную контролиальную зону То есть относительно какой средний срок можно было убрать по данной паре Что мы видим с вами дальше? Видим, что пара шла дальше выше И, в общем-то, существенных таких разворотных движений мы пока по ней не наблюдаем Даже если сейчас мы увидим какое-то такое нисходящее движение Скорее всего, большая доля вероятного в этом районе будет опять остановлена Это означает, что приоритетными у нас по паре евро-доллар являются покупки То есть пару евро-доллар я предлагаю вам рассматривать в покупке с целью месячной контролиальной зоны Ну, соответственно, покупки от коррекции должны находиться Цель, вот эта месячная контрольная зона Что, в общем, совпадает с циклом движения данной цены То есть это примерно 1.1765 Если смотреть мой средний срок, какой-то такой размер Где-то в этот район надо искать нам покупки Пара фунт-доллар По фунту у нас ситуация сложилась следующим образом У нас уже, в отличие от пары евро-доллара, было хорошее восходящее движение Мы находились выше уровня баланса Что говорило нам о том, что приоритетами по данной паре являлись покупки Вот Ну, как определить, где самые выгодные места были для всех покупок Конечно, покупать можно было везде Вот, но самое выгодное, это, конечно, покупки от коррекции И мы видим, что в среду была хорошая возможность купить от коррекции от зоны процентной ставки Видно, что цена не стукнулась, отбилась, стукнулась В общем, никак она, эта зона процентной ставки не пробивалась Это значит, что отсюда можно было хорошо входить в покупку Дальше мы видим, что в пятницу у нас опять появился хороший вход в покупку Вот в этом месте То есть здесь у нас есть поглощение на зоне процентной ставки Вот, то есть отсюда тоже можно было неплохо докупаться с целью в месячную контрольную зону Вот, в общем-то, и сейчас тоже я считаю, что можно неплохо докупиться с целью в месячную контрольную зону То есть пару фунт-доллар я предлагаю вам покупать от коррекции Сближающей целью в месячной контрольной зоне, то есть в районе 1.56 Примерно сюда Пара, австралийский доллар, американский доллар Вот тоже пара интересная для анализа Конечно, в отличие от других пара находятся несколько по-другому Вот, и тут могли увидеть следующую динамику С одной стороны, в понедельник мы были ниже уровня баланса месячного Вот, но во вторник этот уровень баланса был пробит И вот на этом месте, вот на этом большом баре уже можно, в принципе, было покупать Так как мы находимся выше уровня баланса Есть хорошее бычье поглощение Вот, пробитие зоны процентной ставки и уход дальше-дальше ввысь Вот, потом в четверг мы развернулись в зону процентной ставки В зоне реакции и пошли дальше вниз Но пошли не куда-то, а пошли аккуратно в зоне процентной ставки Вот к этому месту И от этого места мы вновь видим восходящее движение О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что приоритетник по данной паре По-прежнему остаются покупки То есть пару австралийский доллар-доллар Я предлагаю вам рассматривать в покупку Традиционно с целью месячной контрольной зоны В районе 0.83.40 Примерно сюда пара будет двигаться Ну, соответственно, по покупке от коррекции Самый лучший способ определения коррекции Это определение по зоне процентной ставки Смотрим, что цена дошла Если видим какие-то вот такие вот отбития Тут пин-бары, какие-то поглощения Без одни и совести можно покупать Так как пара в большой доле вероятности пройдет выше Пара доллар-канадский доллар Вот тут у нас ситуация была зеркально противоположная предыдущим парам В чем с хорошими точками входа Вот видим в понедельник уже, что могли Сейчас скрин сделаем Вот в понедельник мы уже могли видеть хорошую точку входа Это на уровне поглощения от уровня баланса У нас тут есть поглощение часовой свечи Аккуратно на уровне баланса Отличный вход для продажи Ну соответственно цель традиционно Месячный контрольный зон, только который уже внизу Дальше что мы видим Мы шли, 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 сниз, сниз, дошли Потом пошли на коррекцию И ну коррекция опять достопорилась у нас с вами На зоне процентной ставки То есть банки, крупные хедж-фонды Не дают возможности просматривать покупки по канаду В какой-то такой долгосрочной перспективе А это значит, что пока эта зона процентной ставки пробита не будет При этом остается продажа То есть канадца пока на текущий час Я предлагаю вам продавать С целью месячной контрольной зоны Продавать здесь над коррекцией Ну а цель ближайшая это 1.17.80 Примерно так То есть 300 пунктов запаса на исходу По большому счету оно есть Так, доллар иена Ну доллар иена Всегда пара интересная Всегда пара сложная для нас В последние несколько месяцев Она ходит фрутообразно Поэтому Что мы здесь могли с вами увидеть по данной паре Первые 2 дня мы торговались Выше уровня баланса И были перспективы похода вверх Но уже в среду Мы двинулись в направление Уровня баланса вниз Причем таким резким импульсивным движением И по ходу этого резкого импульсивного движения Сейчас, кстати, дайте вам Пожалуйста, ничего я отметил Так, 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 так Вот мы можем увидеть с вами Вот такую динамику Что зона процентной ставки Она несколько сдерживает в жизни То есть он может попытаться было продать вниз Причем продать вниз Достаточно далеко, наверное То есть мы видим, что Половина недельно-контрольной зоны Совпала с уровнем баланса И вот в этом месте у нас будет С вами интересны точки входа То есть вот здесь от уровня баланса Есть 2 серьезных поглощения Вот они 2 серьезных поглощения, которые дали импульс На дальнейшую покупку Что мы видим сейчас? Куда можно дальше сперматировать движение? С одной стороны внизу у нас Уровень баланса Мы находимся выше него В результате остаются пока покупки Но если вот эта часовая свеча У нас сейчас с вами закроется вот как надо То есть мы, получается, закрываемся На уровне половины Недельно-контрольной зоны Это дали импульс на покупку И мы можем увидеть вот такое Вот входящее движение Если же мы уйдем ниже нее В большую долю вероятность Мы поднимем опять к уровню баланса И тут надо наблюдать за развитием событий Мы тут можем отбиться, уйти вверх А можем править вниз А то есть уйти вниз Причем нисходящее движение Так же равное, вероятно, как и высходящее То есть по данной паре Каких-то однозначных рекомендаций Пока дать сложно В общем-то здесь надо наблюдать За развитием событий на уровне баланса И пока цена до него не дойдет Какие-то выводы делать сложно Конечно, если здесь мы отобьемся И пойдем по первому сценарию То покупки стоит в приоритете Потому что находимся в высшем уровне баланса Если мы вернемся к нему То тут будем рассматривать С вами текущую ситуацию На уровне месячного опционного баланса Ну вот так и все О чем хотел вам сегодня рассказать Всем спасибо за внимание Всем пока и побольше Прибольных и удачных трендов